12-летний Вова несказанно счастлив. Еще секунды и по макушку погрузится в освежающую влагу. То, что это встреча с нетерпением ждут кишечная палочка и тысячи других обитателей мутной воды, мальчик не знает. Его родители, видимо, тоже, раз отпустили чадо именно на это озеро. Они не знают, что здесь нельзя купаться. Они не видели знака. На Зе я ездила с другом на день рождения, мы ездили, и я порезал на ноге три пальца. А здесь я еще ни разу, я купался уже здесь месяц, и в прошлый год я купался, и еще ни разу ничего не вывихнул, не сломал. Вот возьми памятник, посмотри ее, отдай обязательно родителям, прочитай их хорошо, внимательно, и больше тут не купайся, хорошо? Ну, молодец. Надеяться на авось не стоит, говорят спасатели. Дно озера ими не исследовано, поэтому пловцов может ожидать любой сюрприз. К примеру, коммуникации, подведенные к фонтану. Пруд в парке «Дружба» на их контроле с прошлого года. И ЧП уже случались. Ребенок, желая искупнуться, прыгнул с моста и повредил спину. Очевидцы данного события видели, вытащили его с воды, оказали первую помощь. И ребенок находился в реанимации, то есть он получил серьезный вред здоровью. Негативный пример детям подают сами взрослые. Передумали идти в заплыв только когда увидели нашу камеру. Остановились вовремя, иначе купаться бы им пришлось с двумя биглями по соседству. Вы знаете, вообще первый раз сюда пошли за это лето. Потому что дома нет кондиционера, поставят его только во вторник, потому что очередь огромная. Подыхают все. Ну реально, прям вообще невозможно. Я готова сама туда пойти, несмотря на эту вывеску. Но запрещающие знаки на территории парка повесили не просто так. И купание не единственное табу. У нас несколько запретов на территории парка. Все это сделано для удобства посетителей. Но прежде всего это распитие спиртных напитков у нас запрещено на территории парка. Так как это зона отдыха, общественная зона, курение и прогулка с собаками. Все запреты не новые. Их вели одновременно с открытием парка 4 года назад. Юлия Анохина, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».